Эти добрые люди Эти добрые люди Эти добрые люди У нас в гостях историки Людмила Горина и Игорь Каллиганов. Здравствуйте! Людмила Горина окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор МГУ, почетный доктор Софийского университета. Среди основных публикаций книг – «Болгарский хронограф и его судьба на Руси» и ряд статей в учебниках по истории южных и западных славян. Я хотела бы, с вашего позволения, сказать, что русско-турецкая война 1877-1878 годов – это не отдельный исторический эпизод и даже не отдельное историческое явление. Это часть широчайшей международной панорамы, которая высветилась как раз в середине 70-х годов XIX века. Дело в том, что дряхлеющая, распадающаяся буквально на части, слабеющая некогда очень сильная турецкая империя, османская, она являла меру элементом очень большого кризиса. Кризис грянул, получил название историко-восточный, потому что речь идет о, прежде всего, балканских территориях, захваченных Турцией. Как известно, очень давно Турция была грозой там, 500 лет она властвовала, разделяла, угнетала. И восточный кризис, он начался именно в 1875 году тем, что восстало население Боснии и Герцеговины, стремясь, так сказать, освободиться уже силами, своими пока слабыми силами, но освободиться. Затем приняли участие активно… Надо добавить, какое население в Боснии и Герцеговине восстало? Там же много национальности жило. Вы совершенно правы, задавая такой вопрос, очень важный. Это многоконфессиональное население, это, естественно, мусульмане этнические, это о мусульманин или принявший ислам, это огромная христианская диаспора, как нынче говорится, то есть это, собственно, местные жители. Это и греки, которых там тоже было много. Это общество или сообщество было едино в том, что пора освобождаться. И восстала Сербия в 1776, она просто восстала. Ну и, конечно же, я как болгарист с большим удовольствием подчеркиваю, что не сидели сложи руки и болгары. Самое несчастное, ввиду близости к центрам Османской империи, Болгария, самые угнетенные, самые бесправные болгары тоже решили поднять восстание. Случилось это в апреле 1876 года, несколько ранее, чем было запланировано, оно должно было быть майским. Так получилось, болгары восстали, не вся страна поднялась. Поднялась Южная Болгария, так называемый Четвертый округ, где были тяжкие кровополитные бои. Ну, а затем была страшная картина расправы над безоружным населением, когда восстание захлебнулось. И вот эти события, особенно апрельское восстание 1876 года, оно как-то не то, что разбудило достаточно благополучную Европу, но, по крайней мере, отзвуки этих страшных трагедий, они были известны, стали известны в Европе, я скажу, естественно, о России. В Европе были проведены международные анкеты, которые назывались анкеты о турецких зверствах, в частности, Болгарии. И вот это не только Виктор Гюго принял самое активное участие в этом. И так самые главные страны, собственно, уже их общественность знали о том, что на Балканах творится что-то страшное, нечто страшное. Россия знала об этом лучше всех, потому что была и близка и эта славянская страна, и братская страна, угнетенные. Но в России поднялась мощная волна общественного мнения, мощнейшая. И приняли участие и наши писатели, и наши художники. Тургенев очень много сделал, Верещакин очень много сделал. Да не только они, подняли голову, голос, как угодно, славянские комитеты, комитеты в Питере, в Москве, все славянские общества. У Болгар же много жило в России беженцев. Да, и кроме того, у нас училось очень много болгар. Они учились в разных центрах, очень много учились и в Одессе, учились в Николаеве, учились, естественно, в Москве и в Санкт-Петербурге, учились в Киеве и это, учились в Харькове, очень много центров наших. И, конечно, здесь даже создалась болгарская дружина в Московском университете. Все это формировало общественное мнение. Общественное мнение было просто на стороне Болгарии, которая тогда истекала кровью. И в известной мере это было моральное оправдание решения русских властей, в конце концов, двинуть войска на Болган. В этом огромной панораме восточного кризиса, на то он и кризис, что приняли участие не только дряхлеющая Турция и восставшие Балканы, а то, что были задействованы крупные международные силы, каждый со своим интересом, как вы совершенно справедливо изволили сказать. Была заинтересована в Босфоре и Дарданеллах Англии, которая двинула флот в Мраморное море. Англия претендовала на Кипр, ей потом это, кстати, удалось. Австро-Венгрия претендовала на Боснию и Герцеговину. И Россия, это следует особо подчеркнуть, не претендовала ни на какие территории. У России была своя программа, которую развивал граф Николай Павлович Игнатов, Игнатьев, простите, которого болгары за этот его шаг, за эту поддержку Болгарии ныне называют граф всех болгар. Это его новый титул. Граф всех болгар. Почему он граф всех болгар? Да потому что именно в 1876 году восточный кризис, хотели кризис погасить, хотели как-то его умиротворить. И была создана в Константинополе в декабре 1876 года Константинопольская конференция. И там граф Игнатьев сыграл, он пришел с программы, которая была очень резкой. Программа была такая, или автономия, или анатомия. Анатомия подразумевалась война. Кто слушал графа Игнатьева на этой конференции? Естественно, сами турецкие правители, это Стамбул, это понятно. Там были англичане, там были от Австрии в Венгрии, там были от Германии, то есть великие державы. И наш посол в Константинополе, бывший директор Азиатского департамента, граф Игнатьев. Так вот с этой программой дайте автономии всей Болгарии, иначе будет война. Это было предупреждение. Ему не вняли. И Константинопольская конференция, простите, да, конференция, она захлебнулась. И, в общем-то, имела результат чисто дипломатический, в известном мире пропагандистский. Но Игнатьев стал просто любезен, близок, дорог болгарскому народу после этого. Как раз неудача конференции, очень слабые, очень неуклюжие попытки Османской империи точно в это время объявить о том, что у них будет конституция, что всем будет очень хорошо жить. И даже пушки стреляли в честь и в радость того, что, ах, на Балканах все свободны. Ничего подобного. Никакой автономии никому не обещалось на деле. И Россия это поняла после декабря 1876 года. Как известно, и этот фактор послужил мощным стимулом к тому, чтобы почти полумиллионная русская армия, примерно 500 тысяч, как считают сейчас специалисты по военной истории, были готовы к тому, чтобы двинуться на Балканы. И это произошло, когда была объявлена война Турции. Произошло это 12 апреля 1877 года. И вся эта огромная армия двинулась. Болгария далеко. Болгария не ограничится с Россией. Россией стала тяжелая задача. Надо было миновать румынские территории. И был обеспечен благожелательный нейтралитет. Поэтому войска продвигались, продвигались и продвигались. И началось то, что должно было начаться, и называется Русско-Турецкой войной 1877-1878 годов. Да, действительно, в общем-то, все шло к войне. Все было подготовлено. И действительно, Константинопольская, или как называют ее, Цереградская конференция, она захлебнулась. Более того, здесь турки, благодаря Великобритании, благодаря Англии, они сумели переиграть нас дипломатически. Потому что были подготовлены проекты. Проекты подготовили Царетели, Александр Царетелев, как его называют болгары. Проекты подготовили американский консул в Константинополе, где, в общем-то, пытались как-то очертить границы будущей Болгарии. Но когда слово свое сказали англичане, то, в общем-то, проект был очень урезанный. Потому что пытались образовать как бы две Болгарии, восточную и западную Болгарию. Восточная – это с центром Фтырного, западная – с центром Софии. Должны были назначаться султаном из христиан правители, этих двух областей. Ну, а утверждать их должны были великие силы. Но дело в том, что все эти переговоры, даже вот этот урезанный проект, он все равно обессмыслился тем, что турки втайне они подготовили. Действительно, буквально вот 21-го началась конференция, через два дня они опубликовали манифест, которым они даровали равноправие всем живущим народам. То есть, провели как бы демократические реформы тотальные. Тотальные – это обессмыслило конференцию. То есть, зачем им автономия, если все равны перед законом, если все являются гражданами, если мы живем в состоянии демократии. Вот это, конечно, потому что реальной демократии не было, конечно, никакой. И это сделало войну неизбежной. А мне кажется, что вот именно такая тактика поведения, англичан в частности, она вела изначально к войне. То есть, успех конференции был не нужен, а цель их была обескровить столкновение с достаточно кровавым и Россию, и Турцию, и на этом фоне вот этот раздел наследства Османской империи, что более гладким путем, имеется в виду их интересы в Малой Азии и Кипр, как потом, собственно, и Кавказский фронт. Да, еще и Кавказский фронт. Конечно, эта политика была глубоко продуманная, вне всякого сомнения, были далеко идущие цели, действительно, было подталкивание к войне. Но Россия была действительно морально подготовлена к войне, потому что мощное было общественное движение. Действительно, голоса раздавались, голоса с протестами против турецких зверств раздавались и на Западе тоже. Башебузуки – название отрядов турецкой и регулярной пехоты, существовавших во времена Османской империи. В полной мере они проявили свои разбойничные наклонности при подавлении апрельского восстания в Болгарии. Правительство снабжало их оружием и продовольствием, но не плакило жалования. В войнах против европейских государств башебузуки обычно оказывались совершенно несостоятельными. Организовать их и дисциплинировать было почти невозможно. Чтобы положить конец их мародерству и невообразимым жестокостям и насилиям, чинимыми над местными жителями, турецкие регулярные войска не раз вынуждены были обезоруживать башебузуков. Держал в руках газеты английские того времени, и тогда же не было фотографий, но были рисунки. И в газетах были такие зарисовки. Я, правда, имею в виду боснийское восстание больше. Вот этот исход через горы беженцев боснийских, вот это был один из типичных сюжетов вот этих газетных публикаций того времени. И, конечно, сопровождалось все соцсоедующими текстами, что, да, имело свой результат в общественном мнении в Европе. Весы качнулись, конечно, в сторону европейского подхода. Качнулись не только они в сторону Болгарии, не только антитурецкие, но и самое главное уже как бы война России была оправдана уже в европейском общественном мнении, потому что политика одно. Подготовлена была европейская общественность. То, что решить этот вопрос можно только силой. Ну и когда была объявлена война, как уже сказала Людмила Васильевна, в Кишиневе она была объявлена императором Александром II, то народ встретил ее с ликованием. Действительно, были организованы во многих русских городах комитеты. Действительно, в общем-то, люди шли освобождать единоверных православных болгар, славян, христиан. А не было в лозунгах желания восстановить Святой Крест над Софией в Константинопре? Вы знаете, в общем-то, такие мысли, они проскальзывали, но несколько потом, в общем-то, они... Но дело в том, что это не была официальная политика, это не было мнение народа, потому что для народа самое главное было освободить единоверных полков. Такие мне не высказывали. Такие мне не высказывали. Есть документы. Но они были, они не были доминантными. Тогда, конечно, был бы контроль, что англичанам очень сильно не нравилось. Но здесь дело не только в проливе. Нет, проливы очень важный фактор, конечно. Это очень важно, но об этом, я думаю, что мы скажем уже в конце, когда окончится война, когда она окончилась, которая была от нютки нелегкой, да, была эта война, потому что действительно к ней готовились. Было как бы два таких основных проекта. Один был разработан Артуром Адамовичем Непокаячицких. Вот этот проект, он как бы предусмотрел начать наступление традиционное, потому что Россия, это не первая была война Россия с Турцией. То есть это обезопасить страшную крепость Руси-Рущук и уже потом наносить основной удар в направлении Константинополя. А вот второй проект, это был проект Николая Николаевича Обручева, работавшего в генеральном штабе. Этот проект был более оригинальный, потому что предполагалось нанести удар не с востока, там, где находятся Русы, а в середине Болгарии, там, где нет мощных крепостей, там, где нет страшного четырехугольника крепостей, потому что это были крепости в Селистре, в Варне, в Шумине и в Русы. И русские войска, когда они начинали, в общем-то, походы, по освобождению Болгарии, несколько войн было, мы об этом говорили в прошлый раз, то есть это были 806-812 годы, 28-29, в 35-м году тоже самое было, были войны. Как правило, завязали, русские войска вот сковывались вокруг этих крепостей, вот этот удар, да, внутри, то есть они ввели осаду, одна из крепостей могла быть взята, но потом все равно турки организовывали, они успевали подтянуть резервы, и поэтому действительно начинались такие затяжные действия, и в силу разных обстоятельств приходилось потом нашим войскам все-таки отказываться от реализации вот этого плана по освобождению Болгарию. А здесь удар вот решили нанести где-то посредине, если мы возьмем Дунай, как границу Болгарии, болгарских земель, то удар предполагалось нанести где-то посредине, то есть в районе города Свиштово. Но для того, чтобы нанести этот удар, конечно, армии нужно было совершить очень быстрое передвижение, потому что, как сказала Людмила Васильевна, не было у нас непосредственно соприкосновения с Османской империей, с Турцией, поэтому нужно вначале было дипломатически договориться с Румынией, и действительно, благодаря искусству русской дипломатии, это был успех, не только Румыния предоставила нам право без препятствования подвижения наших войск, но и Румыния стала нашей союзницей. Союзницей России в войне против Турции. У них были свои интересы территориальные, об этом мы можем сказать позже, но вот они дали такое согласие, и русские совершили упреждающий маневр. Это было сделано блестяще, потому что в Диване, в Тулсунтанском совете, там был такой следующий план, что если Россия вдруг начинает, объявляет войну Османской империи, то они тут же должны переправиться через Дунай, они тут же должны были оккупировать значительную территорию, или всю по возможности территорию в Румынии, то есть и не дать России двинуться, переправиться через Дунай, потому что они здесь могли бы начать военные действия, начинаются затяжные действия, и в это время резервы турецкие, они переправляются через Дунай. Понимаете, война бы в этом случае, она была, в общем-то, не только затяжной, она могла бы быть и неуспешной. А вот здесь, конечно, наша армия, наши военачальники тех времен, они совершили великолепную операцию по занятию плацдарма вокруг Дуная, потому что казачий Донской 17-й полк, он совершил вот на следующий день после объявления войны, после обнародования манифеста, казаки совершили 100-метровый марш-бросок и заняли так называемый Барбашский мост, это на реке Серия, в непосредственной близости от Дуная заняли. И, соответственно, таким образом обезопасили все румынские артерии, железные дороги, по которым можно было перебрасывать войска уже непосредственно к Дунаю. Это был, конечно, великолепный маневр, и он полностью явился полной неожиданностью для турок, потому что турки об этом ничего не знали. Успешности этого маневра еще предшествовали другие шаги. Это была борьба разведок. Ведь, понимаете, успех войны во многом зависит от того, как действует разведка. И в этом смысле русская военная разведка, она блестящие операции проводила. Известны три фамилии знаменитых наших разведчиков, полковников генерального штаба. Это Бобриков, это Артамонов, это Паренцев, который потом стал генералом. Даже улица его есть, и Бобрикова тоже, и Паренцева все они. Вот они сумели, первое они, что сумели, обезвредить турецкую шпионскую сеть на территории Румынии. Потому что кишело с аглидатами турецкими, сопредельная с Дунаем территория Румынии, а второе построить, создать свою собственную сеть, и они действительно сумели ее создать. Под самыми различными предлогами они появлялись, появлялись вот при Дунайской части Болгарии, и даже они сумели действительно не только там тщательно изучить, где удобнее форсировать Дунай можно. Они, например, провели такие изыскания, благодаря сети своих разведчиков из числа Болгар, полностью были подсчитаны, где находятся лодки, где находятся корабли, как можно переправиться через Дунай, то есть все было подготовлено. Ну, Болгар вербовать особенно в России не надо было, они готовы были помогать. Но здесь, понимаете, здесь ведь вопрос очень тонкий, потому что ведь могли быть двойные агенты, то есть как бы вот он является русским агентом, а на самом деле, в общем-то, это агент двойной. Это нормально, но это нормально. И вот в полной, да, в полной тайне сумели все-таки для командования турецких войск вот эту операцию провести, да. Я бы хотела расставить некоторые акценты, вернее, подчеркнуть эти акценты. Какие, собственно, на общей панораме. Акценты два. Это российский акцент и болгарский акцент. Да, панорама международная, да, там международные силы, всяк свое хочет, это совершенно понятно. Но Россия готовилась к войне еще и в 1976 году, и это было осенью, когда начала создаваться гражданская канцелярия для будущей свободной Болгарии. И еще осенью 1976 года, еще не было объявлено никакой войны, русские составили такую канцелярию. Уже было известно, что княжь Черкасский, который действительно возглавил эту канцелярию, это управление гражданское, он уже был назначен тогда. Еще осенью 1976 года в состав будущего правительства, ли пока походной канцелярии вошел, вошли многие болгары, которые жили в Москве, в частности известный историк, общественный деятель Марин Степанович Дринов был назначен туда. И не только войска двинулись через Румынию, но ехало в обозе и все будущее болгарское правительство. И самое интересное, может быть, не то, что интересно, акцент важнейший, государь-император Александр II, великий князь, который принял командование себя Николай Николаевич, он брат Александра II, он, по-моему, даже старший его брат. Кроме того, не то, что в обозе, но совершенно вот походная канцелярия состояла из замечательных людей, которые прославили и Россию, и Болгарию. И это гордость наша. Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин, он тоже был при государе. И планы разрабатывались, что называется, с колес. И моментально решения принимались. Не всегда, может быть, как хотелось бы, такие обстоятельства были очень тяжелые. Но они принимались. И государь Александр II, и Милютин, и многие великие князья, они все были в составе наших войск. И терпели и тяготы военных бедствий, и стреляли там, и лошадей там подстрелили, и так далее, все на войне, как на войне. Совершалась огромная гражданская работа. Болгарское ополчение должно было ощутить себя мощной силой, оно ощутило. Еще в Кишиневе. Еще в Кишиневе было вручено болгарскому ополчению знаменитое Самарское знамя, которое потом осеняло болгару очень долго. Его то отнимали, то с ним вместе падали славные воины наши. А почему Самарское? Самарское знамя имеет очень интересную историю. В городе Самара было вышито специальное знамя. И этим процессом, прямо это был целый процесс, это не просто взять, сшить, вышить, но это было под руководством, под покровительством Самарского губернатора Петра Владимировича Алабина. И он сказал, что да, у болгар не было знамен со времен падения Второго Болгарского царства. Второе Болгарское царство существовало с 1187 по 1396 год. Столица Тырнова. В 1353 году в Европу переправились турки, взявшие Кловдев и Софию, а в 1393, после трехмесячной осады, Велика Тырнова. После смерти царя Иоанна Александра Болгария распалась на несколько небольших феодальных государств центами видения Великотырнови и Добруджи и не смогла оказать османам сопротивление. Последний город Тырновского царства, Никополь, был взят турками в 1395 году. Знамя вручалось болгарским ополченцам и было сказано, пусть знамя, которое когда-то развивалось над Болгарией, теперь будет в руках ополченцев, а потом будет развиваться уже на территории свободной Болгарии. Это была такая очень эмоциональная, патриотическая, интернациональная, как хотите, красивая даже акция. И Самарское знамя – это целая легенда, и оно сохраняется, и оно, так сказать, дошивается, реставрируется. Это музейная редкость, музейная ценность. Это еще один акцент. Хотелось бы… А вот именно это знамя было вышито монахинями Юрского монастыря, и там изображена Богородица и Георгий Мефодий. Совершенно справедливо. То есть это тоже надо отметить. Да, непременно. Просто хотелось бы еще, так сказать, ряд акцентов, что война, конечно, это многослойное явление, но именно на поле войны, к сожалению, или бывает иногда и к гордости народа, героя, который освобождает и борется за правое дело, здесь очень много имен выдающихся наших полководцев, которые сделали невероятно много в тяжелейших условиях. Потому что армия наша, перейдя в Южную Болгарию, она решила, собственно, овладеть этими горными проходами. И наши войска получили… Они еще не успели переправиться через Дунай. Я просто сейчас обязательно, забегая вперед, я сказала, что это акценты. Акценты означают, естественно, живописную конкретику, которая была сколь ужасной, героичной столь. И такой, какой бывает, то есть война как труд. Война как труд. Война как не только героизм, но и ежедневный труд со многими реалиями. Вот в частности переправляется не больше, не меньше. 500 тысяч наших солдат и офицеров. 500. Спорят, может быть, около 500, может быть, чуть больше. У Милютина это зафиксировано в его дневниках. Это зафиксировано в дневниках, но, в общем-то, и в военной энциклопедии, и… Я верю Милютину. Он был военным министром. Да, он был военным министром. И именно он подписал приказ о формировании ополчения болгарского. Здесь я бы отметил еще один момент о том, что это ополчение было создано еще до того, как началась война. Но для того, чтобы замаскровать, потому что это было слишком явно, что Россия готовится к войне, болгарские ополченцы, или как их потом называют, ополчение первого поколения, потому что было как бы два ополчения, они официально именовались охранным отрядом при императоре, при государе-императоре. Им предназначалась как бы роль в начале, потому что нельзя было, конечно, это обнародовать. Естественно, была цензура, естественно, не было там, не указывались точные данные, для чего готовятся эти ополченцы. Они как бы должны заниматься обвозом, они должны были сопровождать государя-императора. То есть у них как бы сугубо мирные цели и количество этих ополченцев, в общем-то, это была почти целая бригада, потому что это было более 7 тысяч человек. Надо отметить, что в российской армии, в императорской, вот такие национальные объединения и подразделения, это было нормально, потому что был имперский подход. Было нормально. Кстати, вот Самарское знамя, мы не поговорили о цветах, это было цвета русского флага, красная, бело-синяя. Да, совершенно справедливо. А вот второе ополчение, как бы ополчение второго поколения, или второго эшелона, это ополчение, которое создавалось непосредственно уже после того, как русская армия переправилась через Дунай, и здесь цифры болгарского ополчения, они колебались где-то, потому что менялась эта цифра, было убытие. Иногда действительно были такие случаи, когда болгарские ополченцы, они как бы входили, но потом, когда армия проходила через их родные края и шла дальше, они оставались, поэтому цифры, они колебались где-то приблизительно, я имею в виду ополчение второго поколения, второго эшелона, от 4,5 до 5,5 тысяч. Но они действительно сражались очень храбро, они проходили, как правило, курсы полтора месяца, и наших инструкторов, в общем-то, поражало то, насколько быстро болгары усваивают воинскую науку, ну а что касается меткой стрельбы, выносливости, то это болгарам было присуще, потому что многие из них были охотники, у многих из них было оружие, правда оружие было гражданское, им действительно давали уже настоящее военное нарезное оружие, и действительно, в общем-то, это одна из славных страниц была в совместной борьбе. Вот вы заговорили про оружие, а я, когда готовился к программе, такую информацию увидел, обратил мне внимание, что у турецкой армии было более совершенно стрелковое оружие, они были вооружены английскими винтовками. Пи-Боди, да, действительно, они Пи-Боди. В чем принципиальная разница с нашими? Принципиальная разница, они были более скорострельными, во-первых, вот, они легче заряжались. Потому что насчет пороха было очень важно. И, кроме того, пороха, да, вот, абсолютно верно подчеркнула Лидова Васильевна, что действительно там порох был гораздо более качественный, поэтому убойная сила, соответственно, дальность полета пуль, она была значительно больше, чем у наших. Наши войска, они были вооружены там винтовками чешского конструктора крынка, да, без одной, одногласная здесь крынка, очень трудно произносить, которые, конечно, были менее совершенными. И вот турки, они даже устраивали регулярные войска, это были хорошо обученные солдаты, они просто прибегали иногда к следующему моменту, то есть они клали эти винтовки на плечи, поворачивались спиной и вели вот такой огонь. То есть это был ливень просто. Ливень, шквал, свинца, который в сторону, сметал все на своем пути, в общем-то. Ну и, конечно, вот наше вооружение, оно, можно сказать, что оно действительно, в общем-то, уступало в этом плане турецким. У турок вообще у них была, действительно, полумиллионная армия была. У нас нет, Людмила Васильевна, здесь одно маленькое уточнение. Одно маленькое уточнение. Нет, 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 дело в том, что ведь у нас было два фронта. Потому что почему возникает в разнобои в цифрах, потому что, говорят, русская армия в русско-турецкой войне 77-88 года составляла столько-столько тысяч человек. Но дело в том, что был Кавказский фронт, где было 80 тысяч. А Дунайская армия, как считалось, 260 тысяч человек. Нет, это можно под дневниками люди... Это замечательный сюжет для историков. Может, переправилась там, под ружьем стояло меньше, а общее число переправивших с интендантами, с обслугами... Может быть, вот это, может быть, вот это, да. Ну, это интереснейший сюжет для изучения. Но Дунайская армия, смотрите, цифры называются разные, потому что, если мы посмотрим, вот последняя данная Болгар, там 200 тысяч у нас во всех военных справочниках и в подробном описании русско-турецкой войны Дунайская армия, она составляет 260 тысяч человек. И вот теперь Людмила Васильевна... Крайне интересный сюжет. Но, может быть, в русско-турецкой войне, понимаете, это могла быть союзная армия, потому что румын сюда могли включить. В коем случае граф Билютин был военным министром, и он знал буквально... Он был умнейший военным министром, Он досконально знал, и много раз в его дневниках, которые, как он вел, это к уму непостижимо, в тяжелейших условиях, день за днем, он описывал все. И все, что в Санкт-Петербурге творится, и все, что делают Гречаков, и что Англия, и все, наш государь, как продвигается войска, и сколько их. И многократно военный министр, который отвечает головой за цифры, повторяет, армия, которая двинулась к Дунайю, составляла 500 тысяч. А вот скажите, в сопоставлении, и в Турецкой армии тоже 500 тысяч, но это общее число. Ну, все-таки округляется. В болгарских землях было 338 тысяч. Вот так вот. То есть смысл в том, что военные силы были примерно равны. Было преимущество стрелкового вооружения. То есть подавляющего перевеса не было. То есть успех основывался на маневре. На героизме. На расстре доточении, значит, турецкой армии и на болгарском факторе, способствующем продвижению нашего. Конечно, и действительно были блестящие эпизоды. Это рискованная операция была. Да, это очень рискованная. Ну, вот, например, хотя бы переправа через Дунай, потому что это огромная водная преграда. Представьте, 19 век, когда не было вот таких мощных... Барш самоходных понтонов. И, конечно, переправиться через такую водную артерию, водную преграду. Нужно еще учитывать то обстоятельство, что берег турецкий, как правило, то есть болгарский, он был высокий. Вот по свидетельствам специалистов, высота составляла от 8 до 20 метров. И наоборот, берег румынский, он был пологий, низкий, заболоченный. И поэтому, конечно, у турок было преимущество, потому что они спокойно... Они могли увидеть, что готовится, допустим, переправа через Дунай. Во-вторых, им гораздо лучше бы удобнее было обстреливать, чем русским войскам. И вот здесь наши действительно, и наша разведка, и наши начальники сумели переиграть турок. Потому что они, опять-таки, туркам не было известно, где и когда будут переправляться русские войска. Замечательно было то, что во главе операции, операция была главным образом поручена Михаилу Ивановичу Драгомирову. Он командовал 14-й дивизии генерал, который написал замечательные труды, называемые «Преодоление водных преград». Смотрите, первый труд. А второе – это высадка десантов в древнейшие и новейшие времена. То есть вот действительно поручили такому человеку, который был сверхспециалистом в этой области. Еще замечательным было то, что действительно сумели сохранить эту переправу в тайне. Потому что русские войска не приближались к той части Дуная. И к Дуная вот именно напротив болгарского, османского берега они находились в 30 верстах, в местечке Бец. Там они жили и соблюдали строжайшую конспирацию. Они не ставили палатки, они не курили солдаты, они не ходили большими группами. Если кто-то к Дунаю, там Дуная делает такую петлю, рукав, это уже не турецкая часть, но даже там не появлялись русские солдаты. Слушайте, Игорь Иванович, вы столь живописно. Продвиньте наши войска в сторону перевалов. Неумолимое время требует этого. Продвинем хорошо сейчас. Продвиньте войска в сторону горных перевалов. И удалось действительно сохранить в полной тайне время и место переправы, потому что действительно делались такие отвлекающие моменты. была такая активизация русских войск напротив русы, там обстреливали русы, напротив Видино то же самое, там обстреливали. То есть был предельный план вот этого, оригинальный план, да? Нет, нет, это было отвлечение просто внимания. То есть не удары по крепостям, а был план. Нет, 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 просто обстреливание, как бы вот наши войска двигаются с другой стороны Дуная, и у турок они просто не знали. И действительно, когда переправлялись через Дуна, это было 12 июня 77-го года, тоже наш передовой отряд, который должен был переправиться через Дуна и захватить плацдарм, он совершил ночью, ночью марш-бросок в полночь. Там были не только казаки, там были пехотинцы, там были казаки тоже, пластуны, в которые входили и снайперы тоже, были казаки, и этот отряд он составлял 4,5 тысячи человек, им командовал полковник Родионов этим отрядом. Так вот они совершили быстрый марш-бросок в полной темноте. И пошли на Балкан. Да, в абсолютный, там не курили, не разговаривали, там какие-то кони были обязаны тряпочками, там весла лодок, там солома, они все, они тащили это на себе, потому что не было лодок на Дуна, и вот они совершили такой бросок, и переправили, успешно переправились в Дуна, понеся минимальные потери, потому что вот 31 офицер погиб, и 782 солдата погибло, потому что турки начали все-таки обстреливать, потом они начали стягивать свои войска, но сумели такими, с такими малыми потерями, через такую огромную водную преграду переправиться, это действительно вот блестящая операция. А сколько ширина была Дуная в этом месте? Ширина Дуная, она достигала до 700 метров. Вся эта военная кампания, героическая, очень кровавая, продолжалась невероятно долго, ведь она началась летом, в августе, а закончилась, когда была уже глубокая зима. Да, Болгария не Россия, да, в Болгарии нет таких морозов, но это же горная местность. В горах-то там, до 20 лет бывает. И в горах в декабре закончилась эта эпопея, где прославилось множество наших военачальников, которых чтит, память которых чтит Болгария, и имена которых увековечены в названиях и улиц, и учебных заведений, и целых городов, мне кажется, маленьких. Так что, в данном случае, мы говорим и о генерале Гурко, иногда, правда, произносят Гурко, но я думаю, что от этого важность и значимость этого героического военачальника, сражавшегося как раз там. Иосиф Гурко, военачальник, генерал-фельдмаршал, в русско-турецкую войну 1877-78 годов командовал передовым отрядом и отрядом гвардии под Плевной, совершил зимний переход через Балканы, занял Софию и разбил турок под Филиполем. С 1886 года Гурко, член Государственного Совета. Затем, это имена генерала Скобелева, несомненно, да, и многих других можно продолжать бесконечно. Шибко и Плевно, наверное, вот такие два города, такие два значимых явления в истории Болгарии и России, что они при всех даже колебаниях, шатаниях, метаморфозах, политической ситуации, но они остаются вечными священными символами. И поднимается народ, преодолевая, по-моему, более тысячи ступеней к храму, который построен был в память о павших боях за Шибку. Поклоняются, идут люди, преодолевая, действительно, еще раз повторяю, очень крутую, очень большую лестницу. И при всех режимах, при всех поворотах, при всех блоках и так далее, вот эти вечные символы, они наши символы, они российские символы, они болгарские символы. И тут, так сказать, только можно действительно сказать, что это замечательная страница все-таки кровавой эпопеи русско-турецкой войны, которая, на алтарь которой было положено очень много жертв. О, скажите, было несколько штурмов плевны, а почему нужно было обязательно штурмовать, а нельзя было сделать так, как было в третий раз, то есть блокировать ее, и потом, собственно, вы знаете, есть обличные струны. Людмила Васильевна абсолютно вехала, в общем-то, она сделала акцент, акцент именно на Шибке и Плевне. Во-первых, Шибка – это не просто оборона, вы понимаете, Шибка – это такой, бои там шли с 9 по 13 августа, 1977 года. Почему это имело такое принципиальное значение? Дело в том, что передовой отряд Гурка, я уже сказал, что это действительно Д'Артаньян русско-турецкой войны, потому что его всегда, он всегда был как бы на острее вот этих прорывов, они действительно сумели быстренько совершить переход там, в Южную Болгарию, потому что Северная и Южная Болгарии, они отделены Балканами, нужно горными хребтами, и они совершили, они сумели пройти там, где их не ждали. И занять уже города, которые находились непосредственно в Южной Болгарии, то есть они освободили Старо за гору, Ново за гору, но здесь ход войны мог измениться. Почему? Потому что турки получили очень серьезное подкрепление, резервы. Резервы из Северной Албании, благодаря английским проходам, были переброшены в турецкие войска, их было целых 40 тысяч. Это очень серьезная была цифра, очень серьезная сила, особенно сосредоточенная на узком месте, и поэтому они сумели даже, турки, отвоевать Старо за горы, здесь они устроили страшную резню, то есть там количество жертв было в одной только Старо за горе, 10 тысяч человек они умертвили, умертвили мирных болгар, понимаете, это была резня, это были небольшие звуки, это были уже турки, это была регулярная армия, в общем-то, и они двинулись, наши войска были вынуждены отступить, и отступить к Шипсенскому перевалу, который был занят русскими войсками раньше. И здесь силы были, в общем-то, соотношение сил было абсолютно не в пользу русских войск, и ополчения, здесь всего 5,5 тысяч находилось, а турок было 27 тысяч. У них было во много раз превосходство обеспечено орудиями. Это корпус Сулейман Паши, если не сказать. Что-что? Корпус Сулейман Паши. Корпус Сулейман Паши, но это целый корпус, это целая армия Сулеймана Паши была. И если бы они сумели пройти через перевал, они бы плевну уже в это время осаждали. Они бы могли просто помочь, прорваться, плевна была взята в кольцо, если бы они прорвались, исход войны действительно он висел как бы на волоске, и вот здесь были чудеса героизма проявлены, как русскими войсками, ведь у турок, смотрите, пятикратное превосходство у них было, 5,5 тысячи, 27 тысяч. И здесь, несмотря на отсутствие достаточного количества боеприпасов, пищи, нет, нет, это не знаю, это 9-го, 9-го, 13-го, это тогда идут основные бои. И турок все-таки сумели, действительно, они вначале сумели задержать, потом сумели им оказать подкрепление. Здесь турки могли они нас переиграть, потому что ждали, что армия Сулеймана Паши пойдет в другом месте. Они пошли через Шибку. Понимаете, это было действительно такое, это было испытание. От этого могло, мог действительно, вот почему именно Шибка, от этого действительно зависел исход войны, потому что турки бы могли поспешить на помощь, они бы действительно могли снять осаду Плевна, и все, нашим войскам пришлось бы отступить на Дуна, тем более велась война на Кавказском фронте, это было два фронта. Да, или страшно, или страшно была бы война кровопролитной, если бы мы ее держали верно. Что касается Плевина или Плевны, как говорят, здесь турки сумели нас переиграть, потому что не всегда были у нас блестящие операции. Действительно, Плевна практически она была обезоружена. То есть, там почти, там не было большого гарнизона. Наши войска могли взять ее с ходу. Вместо этого наши войска остановились и дали возможность дали возможность Осман-Паше, который перебросил подкрепления из соседних частей Болгарии. Турки имели время для того, чтобы создать мощнейшие фортификационные сооружения. Большой был гарнизон, были запасы пищи, были запасы воды, и поэтому они могли обороняться там. Ведь было три неудачных штурма Плевны. Во время первого погибли 2600 человек, второй около 7000, а третье совместными уже силами русские войска и румынские войска, они тоже участвовали в войне, он тоже завершился на неудачную. 16000 погибло. То есть, действительно, некоторые места там, вот возле Плевна существует так называемая Мертвая долина, почему ее так называется, она была усеяна трупами русских и румынских воинов. И Плевну взяли только благодаря тому, что удачно провели ее осаду, ее блокировали. Просто был послан генерал Татлебин, известный инженер, он прославился еще в Крымской войне, и вот он сказал, четвертого штурма Плевна не будет. То есть, турок взяли в такое плотное кольцо, что Осман Паша, который углавлял, что он признал, кстати, даже ходит, вот рассказывается такая легенда о том, что они вместе учились Осман Паша и Татлебин в одной академии, что Татлебин якобы всегда выигрывал в шахматы, и когда Осман Паша в общем-то узнал, что Татлебин едет руководить, он сказал, ну, я думаю, что мы проиграли. Ну и потом уже можно было действительно идти дальше, на Запад, освобождать Софию, это было позднее, освобождать другие города, взять Адрианополь, был взят Адрианополь. Шибку-то пять месяцев удерживали после вот августовских боев. До всего декабря. Но зимой, да, зимой турки, конечно, там они не устремлялись. Конечно, самое страшное, вот там уже были наши резервы, понимаете, там позднее немножко, вот когда перевалили, там в Шейново уже были бои. Самые страшные бои на Шибке это 9-13 августа. А известная картина Верещагина на Шибке все спокойно, ведь там не боевые действия идут, там замерзают наши солдаты, потому что пронизывающие, да, это январь, месяц, декабрь, январь, да, это пронизывающие ветры, вот это действительно, когда не спасали ни башлыки, солдат, ни теплые шинели, приспособленные к русскому климату, потому что суровая зима. Горный ветер, да, горный ветер и такая высота, конечно, но смотрите, там места, где прославились там вот ополченцы, болгарские и русские воины, орлинное гнездо. Вот само название, само за себя говорит, что это очень высоко, да, куда не забредает человек. Я думаю, что надо подчеркнуть вот какой еще момент, что огромные жертвы со стороны России, много погибших, большие жертвы со стороны болгар, и Россия была, ну, скажем, близка к победе. Болгария выстрадала свое освобождение, Россия сделала все, чтобы Болгария была свободной. И когда 3 марта 1878 года буквально за забором у Константинополя, Стамбула, был подписан военный, мы мирно, простите, договор, который называется Сан-Стефанский договор, и там предлагалось, давалось болгарам, и реально она могла получить очень многое. Создавалась Болгария, это была значительная территория, от Черного моря вплоть до западных границ Старого Второго Болгарского царства, включая Македонию, и даже часть Старой Сербии. Это была мало того, что своя национальная территория, уже имеющая различные права, очень многие права, это не просто географическая территория или географическое название, прежняя Великая Болгария. Этой Болгарии давалась полная автономия. Кроме того, болгар, которые за 500 лет естественно забыли, что такое не то, что автономия, но вообще, что такое государственное управление, что такое структура государства, многие термины даже были неясны болгарскому народу. И правящая династия ведь тоже не сохранилась. Естественно, и поэтому болгары собственно должны были все начинать заново. Именно поэтому предполагалось по статьям Сан-Стефанского мирного договора, что наши советники, даже часть наших будет значительно на два года должна оставаться в северной и южной Болгарии. Особенно подчеркиваю, что вся Болгария не только запад-восток, но и север и юг объединяются. И все это в общем-то под покровительством России естественно при более-менее согласном концерте или оркестре великих держав. И вот тут оркестр великих держав стал играть каждый на своем инструменте. Надо добавить, что в Армении же были бои не всегда успешны, тем не менее Россия получила потом достаточно серьезные территории, Карс и Батумбов. Это было иное. Здесь Россия не получала ничего. Что такое провал Сан-Стефанская? Он назывался предварительный, премиуминарный. Да, Россия была согласна на то, что она не может вступать в войну в скорости после русско-турецкой, скажем, войну с Англией, войну с европейским оркестром, где и Австро-Венгрия, и иные державы, малые и большие. Русские власти России понимали, что это невозможно. Нужно остановиться. Кстати, опять к тому же Милютину еще один штрих. Он писал, в России сейчас даже и сам князь Корчаков предлагается идти дальше, не смотреть, ни на что идти дальше. Милютин одобрял. Затем одобрил, к сожалению или не к сожалению, это была реальность Берлинский конгресс. Но пока мы в Сан-Стефано. Что произошло после этого? Двинулись все силы, которые были против нас, двинулась Англия, флот выдвинулся в мраморном море, у нее уже был, он уже, по-моему, сейчас, так сказать, точно не скажу, но выдвигался в сторону проливов. Была договоренность о захвате Кипра, и Кипр был захвачен Англией. Австро-Венгрия, угрожая, с одной стороны, дипломатически настаивая на включение в свой состав Боснии-Герцеговины, она, тем не менее, еще настаивала на том, чтобы были приращения и других территорий. И каждая, да, Германия как будто бы не участвовала, как будто. Но Бисмарк был тоже, так сказать, отслеживал ситуацию очень четко. Все европейские силы, скажем так, условно, силы Евросоюза, они держали свои войска и порох сухим для того, чтобы не дать России создать территорию или создать государство благожелательное по отношению к России. Россия не могла настаивать на условиях Сан-Стефана. И оно рухнуло. Сан-Стефана стала сказкой, замечательной мечтой, достижением нашей дипломатии на известных этапах ее развития и в конце войны. А затем наступила 1 июля 1878 года. Это был Берлинский Конгресс. Голову подняла сидящая в засаде Германия со всеми вытекающими последствиями. А почему Берлин был избран местом проведения Конгресса? Я думаю так, что все-таки было бы очень откровенно антирусски, антироссийская акция, если бы, скажем, в Лондон собрали послов великих держав. Это была бы антирусская акция, если бы Австро-Венгрия, которая не была сильной державой, уж так, ее значение сильно привлечено. Англия да, Англия была угрозой, реальной угрозой. Но Вене собирать Конгресс, это было бы, скажем так, оскорбительной для России. Австро-Венгрия не тянула на такой международный вес. Что касается Берлина, помимо того, что Берлин оставался как бы за кулисами всех этих мощных столкновений, но Берлин был и близок России более, чем Германия в целом, нежели другие державы. В конце концов, принцы немецкой крови были и русскими властями. Жены немецкой крови, я не перечисляю, их много, их целый регион, это были мощные династические связи России и Германии. Это было, мне кажется, просто неунизительно. Вот эту составляющую вы совершенно справедливо задали интереснейший вопрос, который даже не чисто исторический. Он затрагивает какие-то и иные сферы, и династические связи. И почему у нас больше, так сказать, таких вот тяготений личного Германии было, и все наши правители или потомки, или там принцы какой-то степени немецкой крови. Я думаю, поэтому, но это интереснейший вопрос вне исторического поля даже в данном случае. Хитрейший Бисмарк скрывал свою окончательную позицию до самого конца. Он был невероятно важным, нужным, умным и чрезвычайно хитрым дипломатом. И Берлинский Конгресс сказать, что это было нашим провалом, существует огромная историография. Да, Берлинский Конгресс провал и знак минус. Раскол российского общества, раскол даже в дворцовых сферах, раскол военной знати. Я уже не говорю о том, с каким ужасом восприняло итоги Берлинского Конгресс болгарской общества. Потому что Болгария возникала и предлагалась развиваться далее в виде княжества Болгарии, только северной Болгарии. Затем вассальные, совершенно подчиненные с турецкими гарнизонами Южной Болгарии или Восточной Румели. И название это сохранили такое, которое не относится к Болгарии, оно унизительно. Правильно об этой войне сказал Федор Михайлович Достоевский. Он сказал, что эта война, она была угодна народу, потому что эта война, она служила средством духовного очищения народа от всех тех мерзостей, которые накопились в русском обществе. Понимаете, это был действительно народный, всенародный порыв освобождать единокровных, единоверных, страдающих болгар, славян освободить и уйти. Ведь Россия там не осталась, вы знаете, россиян не осталось, она потом ушла, и действительно болгары, и это отметил тоже Достоевский, что это основная цель освободить и уйти и позволить им жить так, как они хотят. Спасибо вам. Спасибо. А с вами, уже мы телезрители, мы прощаемся. Программа наша подошла к концу, но мы обязательно встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин